И Одессу с прошлой субботы трясет с тех пор, как в лагере Виктория произошел масштабный пожар, который, как выяснилось, унес жизни трех девочек. Полицейские не могут усмирить горячий пыл радикалов. В Одессе активизировалось антимэрское движение, возглавило его всеукраинское объединение «Свобода». Впрочем, замечены были и люди без опознавательных знаков, но при этом явно не случайные. Итак, все началось еще в прошлую субботу, когда около полутора сотен активистов пришли и приехали под стены мэрии, требуя публичного отчета Геннадия Труханова о причинах трагедии, разумеется, вину возложили на мэра лично и призвали именно его к ответу. Но тот протестующим не вышел, так как не был в этот момент на рабочем месте. Произошли стычки с полицией и митингующие разошлись. Но в следу история получила второе дыхание. 20 сентября была запланирована сессия горсовета и уж там без мэра никак. Под входом в мэрию собрались антитрухановцы и почти вдвое больше правоохранителей, сотрудников Нацгвардии, муниципальной охраны и даже батальон спецназначения МВД. Депутатская сессия стартовала, а вместе с ней и стычки на улице. Поводом для драки стало то, что ряд активистов не смогли попасть в сессионный зал, в их числе и экс-нардеп от свободы Павел Кириленко. Попытка номер два. Взять штурмом боковой вход в мэрию. Но она тоже оказалась неудачной. Полицейские получили информацию о том, что у одного из активистов есть оружие. Его повалили на землю. Активисты попытались отбить своего соратника. К месту событий подтянулось подкрапление из батальона спецназначения. В ход пошел слезоточивый газ, дубинки и прочие элементы защиты и нападения. Причем, как с одной, так и с другой стороны. Причем, как с другой стороны. В столкновениях пострадали 36 сотрудников полиции. Все они получили отравление слезоточивым газом. Трое активистов обратились за помощью медикам. При этом любопытно, что никого не задержали ни на месте происшествия, ни после. Почему? Этот вопрос я адресовал начальнику управления превентивной деятельности Ивану Ищенко. И вот, что он ответил в студии репортера. Полиция и Национальная гвардия обеспечили публичный порядок, дабы дальше не было эскалации конфликтов и возникновения более массовых беспорядков. Вообще, по большей части этой роли особо не играет. Задерживаются люди сразу, правонарушители, либо потом. Все это есть фото-видеосъемка, фиксируется, открывается уголовное производство. Уже следователь дает квалификацию и правовую оценку каждому. Было либо пронарушение, либо не было. После второй неудачной попытки штурмовать мэрию, активисты отправились на встречу с прокурором области. Тот радикалов выслушал и решил помочь некоторым из них пройти в сессионный зал. Но там уже было пусто. Депутаты решили не играть с судьбой и ушли на бессрочный перерыв. Предлагается сейчас поставить вопрос на голосование и принять решение о продлении перерыва. Время перерыва мы не указываем. Ситуация в городе в связи с недавним пожаром Виктории остается напряженной. Противоречие между рядом общественников и мэром нарастает. Не утешает радикалов даже то, что своих постов после трагедии лишились многие высокопоставленные чиновники. Профильный заместитель мэра, начальник департамента образования, руководителя ГАСКО, УКСО, а на скамье подсудимых директор лагеря и 23-летняя воспитательница, отвечавшая за противопожарную безопасность. Мэрия пообещала материальную помощь причастным к трагедии. Семьи погибших получат по 200 тысяч гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Семьям пострадавших выплатят по 100 тысяч, а родителям других детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, по 20 тысяч гривен. Школы и детские сады города проверят напротивопожарную безопасность. При этом начальник областной полиции Дмитрий Головин вчера заявил, что версия об умышленном поджоге деревянного корпуса лагеря «Виктория» уже не рассматривалась.